Денис Громов 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 на биржах. С сентября по декабрь он покупал и продавал валюту на бирже. Успех называл переменным. Впрочем, судя по тому, что за три осенних месяца от 6 миллионов наследства осталось чуть больше пяти с половиной, финансистом от бога Денис Громов, видимо, не был. Но чем ближе Новый год, тем больше веры в чудо, которое случилось 30 декабря, явилось Громову в виде того же курса валют. Привычно заглянув на валютный рынок, он удивился. Разница между стоимостью доллара сегодня и завтра оказалось не 3-5 копеек, как обычно, а целых 20. Решив, что нащупал золотую жилу, Громов пошел в разнос. За 38 минут торгов провел, внимание, 2650 сделок. Когда свои миллионы закончились, не остановился, стал играть в кредит. 13 миллиардов, насколько я ознакомился, купил с расчетами сегодня и на такую же сумму ровно продал контракт с расчетами на завтра. По расчетам брокера, я вот прикинул, там комиссия составила бы десятки миллионов рублей. Про комиссию Денис Громов вроде бы помнил, ее во внимание принимал. Однако не учел, что сумма отчислений в его случае не фиксирована и пропорционально количеству сделок. Чем больше купил-продал, тем больше придется отдать брокеру. И еще одно принципиальное упущение. Предлагая якобы выгодный курс, биржа имела в виду календарь не обычный, а производственный. А поскольку дело было 30 декабря, то объявленная цена доллара на завтра подразумевала, конечно, день завтрашний, только рабочий. 11 января, иначе говоря. Получается временной промежуток, который для трейдера оборачивается новыми расходами, и их тоже стоило учитывать. А теперь помножьте эти факторы на скорость и масштаб, развитый Денисом Громовым финансовой деятельности. Ведь, судя по выписке с брокерского счета, всего за полчаса он провел операции на 23,5 миллиарда рублей. Мы позвонили ему и предупредили, что он торгует себе в убыток. Покупая один биржевой инструмент с расчетами сегодня и продавая с расчетами завтра, он уравновешивал свои обязательства по валюте. К сожалению, он не учитывал, что возник расход за фондирование банком его позиции на 12 праздничных дней. Он совершал сделки 30 декабря, а расчеты по ним должны были состояться 11 января. Разница в курсах, которые он видел, была связана именно с этим, и трейдеры об этом знают. Звонивший Громову брокер застал его врасплох. Прежде всего, сообщением о том, что азартно торгуясь, он забыл поставить галочку на экране монитора, а потому не держал перед глазами общую сумму займа, ориентировался на покупку-продажу, а по ним-то все вроде бы сходилось. О том, что сумма кредита к тому моменту составила почти 50 миллионов, как-то забыл. Когда брокеры определяют возможный объем маржинального кредитования для конкретного клиента, они исходят из той позиции, которая у него существует. То есть, если у вас есть на счете 10 миллионов, и брокер вам может предоставить так называемое плечо. Это объем маржинального кредитования, которое соответствует вашему объему счета, грубо говоря. Соответственно, и вот это маржинальное кредитование, оно у него, что называется, выросло до очень серьезных миллионов. Он получил огромное плечо. По совету брокера, Громов резко сдает назад. То есть, теперь уже покупают валюту по цене дня завтрашнего и продают по сегодняшней. Что-то, конечно, удается отыграть. Но к часу икс, то есть времени окончательного расчета по сделкам, выясняется в сухом остатке не только 5 потерянных миллионов жены, но и еще 9,5 чистого долга. В самом Альфа-банке к истории финансиста Лихача отнеслись с пониманием. Долг требовать не спешат, обещают разобрать ситуацию в особом порядке и объясняют, что если бы брокер в тот день не позвонил, а просто позволил Денису Громову и дальше ворочать миллиардами, его долг мог бы составить вовсе не 10 миллионов, а раз эдак в 5 больше. Ведь в погоне за легкими деньгами Казанский вратила, развил космическую скорость. Если сопоставить количество сделок и потраченное на них время, получается, что на кнопку «Купить-продать» он нажимал в среднем один раз в каждую секунду. И так полчаса подряд. Вообще без пауз и раздумий. Казалось, наверное, что игра стоит свитч, но банковский счет теперь доказывает, что стоит она гораздо дороже. Анастасия Ефимова о том, как трейдер из Казани наторговал на 42 миллиарда рублей. Продолжение следует...